Добрый вечер в эфире Тагил ТВ новости в студии Александр Мешков. В начале о главных на наш взгляд событиях коротко. В селе Никола Павловское восстановлен мемориал Руж. Это крупнейшее воинское захоронение Свердловской области. На пилонах братской могилы более 700 имен солдат и офицеров, умерших в Тагильском Ивакогоспитале. Сегодня в Центре образования номер один торжественно открыли школьный стадион и сразу отметили это турниром по стритболу. Площадки для игр, беговые дорожки, футбольное поле. Их ждали здесь почти 15 лет. Тагильские водные гонщики готовятся к всероссийским соревнованиям. Лодки словно летят по Высскому пруду. Еще бы, скорость 180 км в час. Более 200 тысяч человек в Свердловской области поставили прививку от сезонного гриппа. И в нынешней эпицитуации это крайне важно. Об этом сегодня сообщил заместитель губернатора Павел Креков на брифинге регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19. Что касается самого коронавируса, ситуация с количеством заболевших, подчеркнул вице-губернатор, остается стабильной. Когда-то у нас с вами были в норме цифры 250. Сейчас у нас мы находимся в коридоре 120-130. Иногда даже опускаемся ниже 120. Это продолжается уже продолжительное время. И хотел бы обратить внимание, что эта тенденция по большому счету не изменилась с наступлением сентября. Поэтому не знаю, могу ли я себя считать экспертом, но я должен сказать, что и я, и мои коллеги из Роспотребнадзора, из Министерства здравоохранения. Считаем, что мы находимся сейчас в стабильном коридоре. Это очень хорошо для сентября, который выплеснул такие дополнительные угрозы. По последним данным оперативного областного штаба за сутки выявлено еще 123 инфицированных коронавирусной инфекцией. Общее число больных 26 286. В Нижнем Тагиле добавилось 6 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в нашем городе их 1623. Вылечить сверлоским врачам удалось 20 424 пациентов. Впервые 12 сентября по проспекту Ленина проследуют арматы. Две боевые машины станут участниками прохождения военной техники, посвященного столетию отечественного танкостроения и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Показом военной техники День танкиста его празднуют во второе воскресенье сентября в Нижнем Тагиле еще не отмечали. Ранее праздничное мероприятие проходило на полигоне старатель. Всего по проспекту проследуют более 30 единиц военной техники. Откроет колонну танк победы легендарная 34-ка, следом за которой пройдут основные боевые танки современных вооруженных сил России Т-72, Т-90, Т-90М. Боевая машина поддержки танков Терминатор, две инженерные машины, разминирование, все производство Уралвагонзавода. Также в параде он начнется в 11 часов, примет участие военная техника Тагильской ракетной дивизии, отряда специального назначения Урал и Нижнедагильского ОМОНа, сообщает пресс-служба мэрии. Сегодня в Центре образования номер один торжественно открыли школьный стадион. Площадки для игр, беговые дорожки, комплекс воркаут, тренажеров, обустроенное футбольное поле. Этого ждали здесь почти 15 лет. Работы начались в прошлом году, не обошлось без трудностей. И вот сегодня официальное открытие. Вместе с главой города Владиславом Пинаевым, директором школы Людмилой Шурыгиной и учителем-мастером спорта по теннису Денисом Искакиным почетное право открывать стадион доверено и Диане Ставровой. Она 10 лет занимается спортивной гимнастикой, кандидат в мастера спорта. Вошла в основной состав сборной города и области. И, конечно, очень ждала эту спортплощадку. Очень важно, что именно у нашей школы появился такой стадион, потому что сейчас больше возможностей развиваться дальше в профессиональном виде спорта. Когда я не буду успевать, может, когда-то на тренировке, даже в то же воскресенье я могу приходить сюда и там просто делать ту же подкачку, чтобы держать себя в форме. Директор школы говорит о такой спортплощадке. 15 лет мечтали все. Я вспоминаю 14-й год, знакомство с Центром образования номер один. С Людмилой Ивановной стояли, мы смотрели в то окно. И вот слова как пророческие получились. Как раз смотрели на этот пустырь. И она говорит, конечно, мечта всех, учеников и родителей и педагогов в том, что все-таки у нас появилось такое поле. Нам отказали в областном финансировании. Выбор был либо продолжать строительство, либо отказываться полностью от него. Было принято решение все-таки продолжить стройку, все-таки реализовать проект за собственные средства. Ну и, как видите, он получился. Из городского бюджета потратили порядка 30 миллионов рублей. Еще одна трудность, с которой столкнулись недовосовестный подрядчик. Он затянул сроки, поставив под угрозу весь проект. Тогда в срочном порядке контракт расторгли и подписали новый договор уже с муниципальным Тагилдорстроем. Газон искусственный. Он достаточно такой, очень качественный. Он с аккредитацией ФИФА. Искали его, заказывали, тоже переживали за эту поставку. Но, тем не менее, все пришло уже. Срок, конечно, поздновато для таких работ. Но мы брали на себя гарантийные обязательства, что если даже в холодную погоду мы делаем, какие-то будут проблемы, на следующий год будем переделывать. Поэтому в этом году уже прошли обследования заказчика. То есть замечания были небольшие, которые мы устранили тут же. Открыть стадион и мечали прошлой осенью. Но работы с газоном завершали уже в октябре. Решили в холод торжественную устраивать. Лучше весной. Началась пандемия. И вот, наконец, красную ленточку перерезали. Сегодня день рождения школьного стадиона. На когда-то страшном, неуютном пустыре расцвело такое чудо. Я благодарю от тысячной армии учащихся в центре образования родителей, выпускников, коллег. Для тех, кто рядом со школой живет, есть больше возможностей заниматься не только на уроках физкультуры. Я здесь 14 лет живу. И было поле, на котором особо не было желания заниматься. А сейчас такой стадион. И прямо новые силы, второе дыхание открылось к спорту. Уже сегодня на новой площадке устроили дружеский турнир по стритболу между выпускниками и нынешними учениками. Одновременно здесь могут проходить уроки физкультуры сразу у трех классов. Осенью и весной легкая атлетика на открытом воздухе, зимой лыжи. Готовы к тренировкам секции футбола, баскетбола, волейбола, аэробики и настольного тенниса. В планах на следующий год, говорит Владислав Пинаев, строительство подобного стадиона для школ 9 и 35 на вагонке. Строительство экологического парка на Гальянке приближается к финишу. Он уже обретает черты будущего однозначно популярного места отдыха тагильчан. Накануне в экопарке установили стальную скульптуру мельника. Она будет напоминать посетителям парка об истории Муринских прудов, откуда микрорайон берет свое название. Экопарк на Гальянке. На рубеже 19-20 веков здесь рядом стояла небольшая водяная мельница. На ней вместе со своими сыновьями трудился Семен Иванович Мурин. В его честь и назван микрорайон Муринские пруды. Скульптуры будут не только украшать новый парк, но и напоминать об истории этого места. Автор мельника из стали – скульптор Александр Брусницин. Он хорошо знаком тагильчанам. Городовой на набережной и каменный клоун с собачкой у цирка – тоже его работы. В экопарк на Муринских прудах мельника привезли накануне. А вообще что-то новое появляется здесь каждый день. Тренажеры, скамейки, урны, карусели. На данный момент утреннее время пришла в хору у нас с малыми архитектурными формами из Екатеринбурга. Фирмы «Наш двор». Они сейчас разгружаются. Чтобы подготовить участок, строители переместили и вывезли более 100 кубометров земли. Это самая трудоемкая, по их словам, работа позади. 6000 квадратных метров покрыты тротуарной плиткой. Еще часть дорожек заасфальтированы. По плану экопарк должен быть готов в октябре. Ежедневно здесь трудятся более 30 рабочих. Планируем все-таки постараться раньше это все сделать. Но не погода, которая тут на две недели нас выбила из графика. Но мы сейчас наращиваем темпы, увеличиваем скорости для того, чтобы все постараться сдать вовремя. Экопарк возле сотой школы станет самой крупной площадкой для отдыха в микрорайоне Муринской пруды. Местные жители ждут его открытия. Замах такой богатырский и сделано, по-моему, со вкусом. Еще одна зеленая зона для тадила. Напомним, строительство экопарка идет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В год памяти и славы, который объявлен в нашей стране в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, восстановлен мемориал РУШ. Это крупнейшее воинское захоронение на территории Свердловской области. На пилонах братской могилы в селе Николопавловское Горноуральского округа имена более 700 солдат и офицеров, умерших от ран и болезней по эвакуационному госпиталю номер 1714. С первых дней войны госпиталь, развернутый в корпусах санатория, принимал с фронта эшелоны с ранеными. С торжественного открытия мемориала РУШ – репортаж наших корреспондентов. Масштабное восстановление воинского мемориала РУШ проведено на средства федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества», которая выполняется на территории Свердловской области с 2019 года. Согласно заявке на участие в этой программе, в Горноуральский городской округ было направлено 19 миллионов рублей. Работа была проделана огромной. Я хочу сказать слова признательности и благодарности от наших жителей, нашему губернатору Евгению Владимировичу Куйвышеву, который поддержал инициативу жителей. И мы очень рады, что благодаря той возможности, какая есть в программе «Увековечение памяти земляков погибших при защите Отечества», за то, что наш округ принял участие в этой программе, и вы сегодня результат этой выполненной программы видите. Эвакуационный госпиталь номер 1714 был развернут в корпусах санатория РУШ уже 26 июня 1941 года. За время работы до 1 апреля 1946 года лечения здесь прошли более 10 тысяч военнослужащих. Первый памятник бойцам Красной Армии на центральном кладбище села Никола Павловская установили в 1948 году. Мемориальный комплекс открылся на этом месте в 1975, к 30-летию победы в Великой Отечественной войне. Сегодня на пилонах имена 714 умерших от ран солдат и офицеров. Сведения о лечившихся в госпитале бойцах удалось установить в ходе изучения архивных документов. Мы присутствуем при очень серьезном, знаменательном событии в рамках увековечения памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Я думаю, этот комплекс будет еще долгие годы работать на повышение патриотизма государства российского. Это и любовь к Отечеству, это и воспитание в подрастающем поколении любви к Родине, это и защита Отечества, это и служение в вооруженных силах. Реконструкция мемориала началась весной. Встретили, обновили памятные плиты, установили пилоны, облицевали гранитом центральную стеллу, выложили плиткой примыкающую территорию, смонтировали систему уличного освещения. Действительно, мемориал этот был уже не в приглядном состоянии и идти на юбилей 75-летия победы в таком состоянии нельзя было. В целом, получился мемориал тот, такой, каким мы его хотели, и тот в таком виде, который заслужили наши предки. Вот это все создано, это дань уважения, прежде всего, поколению победителей. По инициативе администрации Горноуральского городского округа рядом с мемориалом РУЖ появилась Аллея Героев. В настоящее время установлены постаменты, где разместят бюсты восьми уроженцев пригородного района. Семеро удостоены звания Героев Советского Союза и один, старший прапорщик тагильского отряда спецназа Василий Юрьев, звание Героя России. Скульптурное изображение первого Александра Демина, получившего посмертно высшую награду страны за проявленные мужество и отвагу в бою под Харьковом, в 1943 году уже заняло свое место. На вновь возведенную стену памяти и славы планируется помещать таблички с именами ушедших из жизни земляков, участников Великой Отечественной войны. Помогут в этом поисковики. Очень тяжелая работа, но она очень значима. И вот слова, которые сегодня говорились, никто не забыт, ничто не забыто, и война не закончена, пока не поднят последний солдат этой войны. Для нас это не пустые слова, это та работа, которую мы делаем. Приходится в очень суровых условиях работать, поднимать бойцов. Но когда поднимаешь останки бойца, а если он еще и с медальоном, то это для всего отряда просто неописуемая радость. В торжественной церемонии открытия мемориального комплекса приняли участие министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Срыловской области Николай Смирнов, курировавший ход работ, депутаты Государственной думы, регионального законодательного собрания, жители Горноуральского городского округа. Право зажечь огонь памяти доверили фронтовику, отцу героя Российской Федерации Николу Павловцу Василия Юрьева, Илье Сергеевичу Юрьеву, и кавалеру Ордена Красной Звезды Леониду Медведеву, председателю Горноуральского местного отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». Огонь памяти зажечь! В рамках федеральной областной программ по увековечению памяти погибших при защите Отечества воинские захоронения восстанавливаются также в Камышлове, Ирбите, Карпинске, Красноуфимске, Невьянске, Нижнем Тагиле, Тавде и Туринске. На Среднем Урале эта работа обязательно будет продолжена. Мы ежегодно проводим реконструкцию порядка 10 воинских захоронений. Самое крупное воинское захоронение, которое есть на территории Свердловской области, я хочу сказать, что то, что делается на территории Свердловской области во всех муниципальных образованиях по увековечению памяти, это наш долг перед погибшими и наша задача, чтобы наши дети и внуки эту память пронесли через всю свою жизнь и передали своим потомкам. В память отдавших жизни за Родину минута молчания. В завершении торжественной церемонии открытия мемориала РУШ прогремели залпы салюта. Более 2% избирателей 10 округа уже приняли участие в дополнительных выборах депутата Нижне-Тагильской городской думы. Досрочное голосование стартовало 2 сентября. Дополнительные дни были введены для предотвращения скопления людей на участках в единый день голосования. Делается это, учитывая эпид-ситуацию в целях сохранения здоровья людей. Напомним, единый день голосования в стране 13 сентября. Досрочное голосование в соответствии с законом идет в конверты. То есть избиратель голосует. У нас, если вы были на участках, видели, оборудована кабина. Если не оборудована кабина, мы изготовили ширмы там такие стоят на столах. То есть тайна голосования, она безусловно соблюдается. Избиратель сам вкладывает бюллетень в конверт. И на стыке подписи двух членов участковых избирательных комиссий печать ставится. Ну и если есть там желание у наблюдателя, ставится подпись наблюдателя. Конверты с волеизъявлением жителей 10 округа будут скрыты в день голосования и опущены в урны или заведены в комплексы автоматизированной обработки бюллетеней сразу после открытия участков. Такими КАИБами обеспечены 9 из 11 пунктов голосования. На участках у пришедших избирателей измеряется температура, выдаются средства индивидуальной защиты. Ежедневно помещения обрабатывают специалисты центра гигиены и эпидемиологии. Напомним, на место депутата городской думы от 10 округа претендуют 6 зарегистрированных кандидатов. Избирательная кампания, по мнению Риги Брызгаловой, проходит относительно спокойно. В Горизбирком поступило 3 заявления. По одному из них обратившемуся кандидату даны разъяснения об отсутствии нарушения избирательного законодательства. На 81-м году ушел из жизни почетный гражданин города, бывший директор Нижнетагильского завода металлоконструкции Алексей Кузьмичитюков. Трудовую деятельность он начал контролером ОТК в 1960 году, сразу после строительного техникума. Его трудовой путь до директора предприятия. Завод стал ему поистине родным. В 1981 году Алексей Зюков принял руководство и провел ЗМК сквозь трудные времена, снискав уважение коллег и партнеров. Заслуженный строитель России награжден орденами и медалями. Прощание с Алексеем Кузьмичем Зюковым состоится 9 сентября в 15.30 в ритуальном комплексе «Реквием». Сегодня в Нижнем Тагиле открылась выставка, посвященная столетию российского танкостроения. Миниатюрные копии боевых машин теперь в музее памяти тагильчан, погибших в локальных войнах планеты. Открытие выставки символично перекликается с исторической датой. Именно 8 сентября 1946 года в Москве прошел парад гвардейской танковой Кантемировской дивизии. И это было первое официальное празднование Дня танкиста. На этих полках можно встретить и современные боевые машины, и те, на которых и против которых сражались советские танкисты в Великую Отечественную. Модели для выставки специально подбирались того периода, когда танки стали уже полноценной боевой силой, хотя история российского танка началась куда раньше. Именно 31 августа 2020 года в Нижнем Новгороде на заводе Красная Сормова сошел, так сказать, с конвейера, если можно так сказать, первый танк советский. Затем история танковой промышленности начала набирать обороты. И как вы все уже тоже, я думаю, знаете, в Нижнем Тагиле в августе 1941 года был создан танковый завод номер 183 на основе эвакуированных. Вот, кстати, один из вариантов знаменитого Т-34. Такие башни были у машин с Уралмаршзавода. Автор Данил Ставцев постарался выделить следы эксплуатации. Вмятины на крыльях, потертости на броне. А вот рядышком малютка Т-26 и тяжелый огнеметный Великан КВ-8. Кроме огнемета он был вооружен 45-мм пушкой, которую с помощью ложного кожуха маскировали под более серьезный 76-й калибр. На выставке представлено более полусотни моделей. Авторы, 8 человек, моделисты Тагильского клуба «Масштаб», представили свои работы в масштабе 1.35. Показаны на выставке представлены не только отечественные машины, но и иностранные машины, чтобы показать разнообразие вообще танкостроения мира. То бишь, на мой взгляд, представлены самые интересные образцы военной техники мировой. Хотя выставка и посвящена столетию именно российского танкостроения, здесь можно увидеть технику разных стран. На этой полке, например, сошлись основные противники. Самые последние версии самых массовых танков воюющих сторон. То есть это крайняя модель «Шермана» 34-ки и «Панцер 4-го». Все они имитируют машины именно на момент 45-го года. 34-ка непосредственно на взятие Берлина. Первыми посетителями выставки сегодня стали старшеклассники из школы-интерната номер 2. Ребята с интересом осмотрели экспозицию, задавали вопросы. Планируется, что выставка проработает два месяца. Мягкость, настойчивость и убедительность. Мошенники продолжают красть деньги с карты гельчан. Меньше месяца назад на их уловки попалась пенсионерка Любовь Асеева. Обман, говорит, почувствовала сразу, но голос трубки сбивал с толку, уверенностью и ловкостью ведения разговора. Она мне говорит, если вы мне вроде не верите, позвоните по номеру, который на карте. Я набираю номер, который на карте, проходит два звонка, она перебивает, и мне опять звонит и говорит, телефон был перенаправлен на меня, но если вы опять не верите, я вас сейчас перенаправлю. То есть опять приходит звонок 8800, то есть, алло, здравствуйте, это Сбербанк. Под предлогом того, что на карту через личный кабинет могут оформить кредит, мошенники заставили женщину раскрыть персональные данные. Общей сложности они выманили около 40 тысяч рублей. В полиции снова и снова повторяют. Если не хотите стать жертвой мошенников, не отвечайте на звонки с незнакомых номеров. Никогда. Люди выслушивают, то есть воспринимают информацию четко, но все равно, когда происходят данные звонки от неизвестных, граждане попадаются в основном на их уловки разнообразные. То есть по их просьбе передают всю необходимую информацию, которая необходимо неизвестна. Сотрудники полиции не прекращают работу по информированию горожан о телефонном мошенничестве. Ежедневно проводятся профилактические беседы и встречи с людьми. Раздаются памятки на улицах. Информация размещается на стендах управкомпаний и в торговых точках. В полиции еще раз напоминают, нельзя брать на веру звонки незнакомцев, представляющихся сотрудникам из службы безопасности банка и сообщающих то о попытках снятия денег с вашей банковской карты, то предлагающих мгновенное оформление кредита, то перевод средств на какой-то резервный счет. Главное правило безопасности. Вы никому не должны сообщать данные карты с трехзначным кодом на оборотной стороне, а также коды из СМВС-сообщений. Его нашли. Сотрудники полиции разыскали водителя Тойоты, который скрылся с места аварии, бросив на дороге двух травмированных 15-летних пассажирок. Вчера в нашем выпуске мы рассказали, что 6 сентября на 8-м километре южного подъезда к городу между Николопавловским и Старателем Тойота Селика вылетела с дороги, перевернулась. Пострадали пассажирки, две несовершеннолетние девушки. Водитель, по их словам, прямо за рулем пил пиво. К слову, задержанный дагельчанин 97-го года рождения объяснить, что произошло, не смог. Водитель будет привлечен к ответственности из-за управления автомобилем без прав. Также водитель будет привлечен к административной ответственности по статье 12.27 Кодекса об административных правонарушениях. Оставление места дорожно-транспортного происшествия водителем. За данное правонарушение предусмотрен административный арест сроком до 15 суток. С 15 сентября в Нижнем Тагиле стартует отопительный сезон. Постановление сегодня подписал глава города Владислав Пинаев. Ресурсоснабжающим организациям поручено в этот день приступить к заполнению систем теплоснабжения с соответствующей промывкой трубопроводов и сбросом воды в дренаж. Плату за отопление рекомендовано начислять с фактической даты подачи тепла в жилые дома в зависимости от погодных условий. Все социальные учреждения должны быть подключены к 21 сентября. В предстоящей зиме подготовлены практически все теплоисточники и насосные станции. Отремонтировано более 13 километров тепловых сетей. Тагильские водные гонщики готовятся к всероссийским соревнованиям. Только так летают по Высскому пруду. Скорость-то 180 километров в час. Смотрите репортаж с тренировки. Вот давление масла. Это температура воды. Это кнопка старт. И педаль газа там, в ногах. А дальше скорость до 180 километров в час на воде. И вера гонщика в себя, чтобы собраться в ответственные минуты. Тормоза здесь не в помощь. Страх, конечно, есть. Волнение всегда предстарту. А там, когда уже летишь, уже не страшно. Просто человек, который не сталкивался с этой техникой, не ездил на ней, он, конечно, на ней сразу же не поедет, не покажет хороших результатов. Должен быть большой опыт. Надо чувствовать технику. Это много занимает времени. То есть семья бывает ругается. Почему ты пропадаешь в клубе, в своем гараже занимаешься техникой. Сейчас корпуса глиссеров, так называют лодки для водных гонок, не выпускают. Поэтому самостоятельно приходится чинить и латать имеющиеся. Затраты на ремонт и обслуживание двигателя тоже покрываются из бюджета спортсменов. Но трудности водных гонщиков не пугают. Ради чего человек занимается любимым делом? Ради того, что ему это приятно, ему доставляет массу удовольствия. Водно-моторный спорт для тагильчан сначала был увлечением. Теперь, говорят, настоящее дело всей жизни. Из любителей спортсмены давно превратились в настоящих профессионалов. Александр Власов был первым в чемпионате России в 2018 году, а Денис Урсу в 2019 году на международных соревнованиях в Белоруссии занял первое место. Помогают им друзья-механики и тренер Андрей Борисович Вдовин, семикратный чемпион России. Вот так, вот у берега развернули, вот так, куда его, вот такая стартует. С 17 по 20 сентября спортсмены будут участвовать в чемпионате по водно-моторному спорту в Буденовске. Туда приедут команды из 20 регионов. Гонщикам предстоит совершить три заезда, каждый по семь кругов. Всего придется проехать более 33 километров. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что смотрите нас. Увидимся.